доходы граждан я постараюсь сейчас описать все варианты выплаты людям каких-либо доходов которые облагаются все варианты ставок налогов которые применяются к разным видам доходов то есть у нас будет колонка ставка налогов и у нас будет колонка что облагается этой ставкой мы пойдем от максимума к минимуму последние чем мы закончим это будет вот этот условный ноль но это ноль не по отношению в целом к доходу а 0 это то что платит работодатель за человека то есть то есть последний пункт это будет то что человек должен платить сам за себя и соответственно иногда получается у него иногда он забывает о своих доходах тогда самый большой налог платят все сотрудники которые работают по найму 41 5 это фонд оплаты труда зарплата зарплата приравненные выплаты к фонду оплаты труда ну и по сути все потому что то есть зарплата и приравненные к ней выплаты это максимум 41 5 больше платить невозможно нашей стране только по желанию реально если вы будете откручивать наоборот вот если вы работодатели хотите просчитать сколько вам надо заплатить налогов например вы хотите человеку чистыми 10 заплатить вы можете мысленно просто делить эту сумму на два то есть если я хочу чистыми заплатить 10 грубо мне надо налогов 5 заплатить то есть фонда плата труда будет там 12 800 или 12 500 но и св22 22 и св это на на ставку сверху и плюс 18 плюс полтора военные военные да 18 мдфл полтора военные то есть это сложная ставка но если быстро хотите просчитать сколько нам человеку вы платите десятку пятерку на налоги все дальше идем по понижению дополнительное благо я напишу 21 такой ставки нету это 18 плюс полтора но они определены как налог к базе налогообложения увеличенный на налог да ну то есть смотрите например я человеку плачу я плачу ему повышенные суточные или я плачу себе могу кому-то платить себе заплачу я еду в загранкомандировку например по норме я имею право без налогов выплатить себе суточные 80 евро в сутки но я привыкла жить в хилтоне например и меня жалкие 80 евро в сутки не устраивает я хочу 800 евро в сутки а значит что я делаю значит я оплачиваю себе 800 евро минус 80 не облагаем и у меня остается 720 евро по курсу это мое вот чистыми до благо полученное чистым но это уже за минусом налогов то есть мне надо определить ту сумму которая якобы до налогообложения было в целом это будет в районе 21 там надо высчитывать но то есть та сумма которая уже получила это грубо говоря 80.5 процентов то есть мне надо определить базу а потом с него вычесть налоги ну грубо 21 потерь это военные но они берутся с более высокой базы не что вы фактически получили а с того что якобы было до того как выйти налоги удержать поэтому я считаю в районе 20 и 21 дальше 18 плюс полтора то есть 19 с половиной это те доходы которые не принадлежат фонду оплаты труда но облагаются по базовой ставке например если вы у сотрудника арендуете автомобиль если вы у сотрудника арендуете компьютер мобильный телефон вы если вы у физлица арендуете офис если вы платите например гражданину роялти за его торговую марку обычному гражданину вы выступаете налоговым агентом но это не база для ESV то есть это прочие доходы граждан доходы которые не включаются не фонд а не фонд оплаты куда какие-то просто какие-то доходы даже если вы наняли ну кроме зарплаты нет наняли плохая идея но в целом понятно да например арендные платежи я арендую я директор фирмы получаю зарплату но я еще получаю платежи аренды за собственный автомобиль который сдаю в аренду фирме будет это выгоднее чем это да мне выгодно работать на маленькой зарплате набрать спину большую аренду математически с точки зрения налога дальше 10 с половиной это дивиденды это 9 плюс полтора 9 плюс 1 и 5 дивиденды с для учредителя компании на упрощенной системе дивиденды юрлица на едином налоге при выплате юрлица на едином налоге то есть например я открываю вместо предпринимателя я открываю юрлицо на едином налоге мне приходит выручка я с нее заплатила единый налог я там потратила еще на что-то чистая прибыль которая осталась я ее снимаю под девять с половиной девять плюс полтора или дивиденды дальше 6 с половиной 6 половина это 5 плюс полтора 5 плюс 1 и 5 процент это дивиденды с плательщика налога на прибыль я рекомендую посмотреть вашу отчетность по предприятию плательщику налога на прибыль люди очень часто есть есть позитивный фин результат есть плюсовой результат прибыль она висит нераспределенная прибыль собственнику надо снять деньги он обращается неизвестно куда ищет пути выведения денег хотя у него есть четвертый счет нераспределенного может просто пойти снять свои дивиденды то есть это дивиденды для предприятий на общей системе общей системе имеет смысл снять дивиденды во первых вы покажете белый доход собственника бизнеса налог на прибыль вы уже уплатили уже его заплатили прошлого периода вы его даже платите если вы убыточный я не рекомендую платить если вы уже платите налог на прибыль чтобы показываете прибыль чтобы было что снимать не заводите компанию убытки с этой целью то есть целесообразно уже декларировать реальную прибыль чтобы потом снять эти дивиденды и ну хотя бы показывать что бизнес работает ради дивидендов а не просто ради декларирования каких-то там цифр возможно потеряет актуальность с налогом на выведенный капитал который опять делает нас безразличными к тому есть прибыль у компании нет было на что был оборот который можно вывести кэш на наличные 6 половиной тут понятно да дальше 5 процентов только 5 там 5 процентов это физические лица предприниматели на едином налоге 3 группы я стараюсь принципе предпринимателей тут особо не затрагивать но мы его вынуждены указать потому что она участвует у нас сравнение всех ставок налогов то есть вот эта ставка обычно у работодателя вот с этой очень так знаете почему у нас постоянно людей регистрируют предпринимателями ну потому что 41 5 и 5 это очень большая канона ну тут конечно есть есть с 8 минималки мы сейчас условно опустили есть еще один момент значит есть специальная ставка налога 5 процентов который облагается доход при продаже движимого имущества граждан я люблю этот пример вообще налоговый кодекс очень вдохновляет когда ты его читаешь и думаешь о том интересно для кого это написано предположим я обнаружила у себя дар писать картины я например пишу картину и продаю ее на каком-нибудь онлайн аукционе в интернете и мне кто-то платит то есть кто-то неизвестный заказал мою картину отправила ему новой почты и например или другим способом доставки и мне прислали деньги на личную карточку там через интернет опять же то есть я занимаю это не бизнес я работаю на основной работе или там заниматься чем-то еще но время от времени мои картины продаются и я как сознательная гражданка решила подать декларацию доходах и задекларировать эти доходы ставка ндфл будет пять процентов может еще военный то есть вот это идет сюда если честно я бы хотел сказать 5 ну там просто еще будет то есть если я как сознательный гражданин или гражданка решая задекларировать эти суммы я рассчитываю уплатить всего лишь 5 плюс полтора это спецнорма там посмотрите начинается 170 статьи особенности налогообложения налогом дохода граждан отдельных видов операций здесь понятно здесь я ставлю полтора что это такое ничем не облагающееся то есть это только военный сбор значит первое это реинвестиции дивидендов может вам пригодится то есть если вы физически дивиденды не снимаете а только вот если у вас там прибыли миллион вы ее приняли решение за счет этой прибыли увеличить уставный капитал смотрите будьте внимательны реинвестиции дивидендов получается денег вы вроде как не снимали а военный сбор должны реинвестиции дивиденды а второй вид доходов если я ничего не путаю это все то есть больше ничего так так прекрасно не обладается это доход от торговли или от купли продажи облигации государственного овгз доход от покупки продажи облигации облигации спектнорма есть по которой по которой освобождены от налогообложения налогов доходов граждан доходы которые граждане получили при купли от купли продажи облигации государственной государственного займа значит кто-то зарабатывает реально покупая облигации а кто-то это представляет как спецуслугу по легализации капитала который у вас уже есть но вы не можете подтвердить его происхождение давайте вот последний пункт я напишу ноль но реально это не ноль это ноль для работодателя то есть для сотрудника это 19 половиной если вам как гражданину платит вознаграждение не резидент есть два типа субъектов вернее так любой субъект хозяйствования физлицо предприниматель юрлицо общественная организация все 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 которые платят хоть что-то физическому лицу гражданину они являются налоговым агентом по удержанию платья всех налоговых сборов по закону то есть не физлицо отвечает а именно тот кто выплачивает этому физлицу так называемые налоговые агенты но есть два типа субъектов которые не являются налоговыми агентами в трактовке налогового кодекса украины первый такой субъект это другое физлицо а второй субъект это не резидент